В нашей губернии проживает 157 народов и для всех, несмотря на различия национальной культуры, языка, веры, Самарская область стала общим домом. Здравствуйте, с вами программа Дом Дружбы и сегодня в нашем выпуске. Молодежный экстремизм, что важно знать и учитывать при общении. В традициях Эрзи, какие обычаи и песни сохранили жители села Старая Шантала. Трели молдавского соловья, долгожданная встреча с Игорем Подгоряну. Необдуманно оставленный в интернете комментарий, фраза в обсуждениях или переписке может привести человека на скамью подсудимых. Чаще всего преступлений экстремистской направленности совершает молодежь в социальных сетях, говорят эксперты. Нужно понимать, что молодые люди – это не та целевая аудитория, которая имеет устоявшиеся мировоззрения, ценности, фиксированный социально-экономический статус. Это в первую очередь глина, из которой именно представители экстремистских террористических организаций лепят нужный материал. И здесь нужно донести до молодежи то, что у них есть не просто альтернатива развития экстремизма, но есть и возможность на основе стараний, на основе конструктивного диалога не разрушать, а что-то созидать. Донести до молодежи понимание того, насколько опасен экстремизм, и не допустить его распространения – об этом говорят организаторы и участники молодежной конференции. В основной группе риска почти 70% молодежи в возрасте до 30 лет. По мнению участников, тяга к крайностям возникает из-за незнания. Некоторые молодые люди не задумываются о смысле своих высказываний и не осознают, к чему они могут привести. Поэтому такие беседы крайне важны. В ряде ИГИЛ ходят очень профессиональные психологи, которые могут работать с молодежью, и очень часто они вибрируют тех студентов или студентов, которые знают много языков, которые могут работать с другими студентами или молодежью. Они вибрируют тех людей, у которых недостаточно много средств, денежных средств. Они вибрируют в том числе и спортсменов многих. В последние годы очень много спортсменов там. Конечно, изменить что-то с первого разговора очень сложно. Но зародить зерно размышлений в головы ребят о том, что многое зависит в этой жизни от них, в наших силах, говорят эксперты. И тогда ты понимаешь, что то, что ты ходишь сегодня по улицам, которые освещены, на которых безопасно, это наше благо, это наша ценность. И от нас с вами зависит, будет ли это или нет. Или к вам придет урод с автоматом. Я был в Таджикистане, когда там была война в 92-м, 93-м году, пянже, на границе. У меня до сих пор ощущение, когда идешь на рынок, и рядом с тобой стоит какое-то чудо, щелкающее прикладом автомата, соответственно, или затвор. И ты не понимаешь, что дальше будет. Вот как жить в такой стране? Вы многое через это прошли. Многие из вас, я думаю, прекрасно помнят то, что хотели сделать с вашей родиной непосредственно. И во что бы она сейчас могла превратиться. В Самарской области много студентов из Таджикистана. Они получают образование в наших вузах, учат русский язык, приобщаются к традициям истории России. Вы это прекрасно понимаете. Где просветание, где свобода, где все свои обычаи, традиции проводят на родном своем языке. Никаких ограничений нет. Только уважаем местный закон, Конституцию Российской Рации, обычаи, традиции, законы Российской Рации. Найди общий язык со всеми, дружи, салу алейкум, и в дружбе, в дружбе, в дружбе живите. Участники конференции сошлись во мнении, что сегодня важно путем конструктивного диалога включать молодежь в творчество, в социально-проектную деятельность, чтобы молодые люди четко понимали, что, участвуя в совместных мероприятиях, они строят свое будущее. Основные правила дружбы – взаимопомощь, уважение в дружбе, чтобы опереться на плечо друга. Мне кажется, друга все равно нужно тоже любить, помогать ему во всем, поддерживать во всех начинаниях. Это верность, взаимопонимание, взаимовыручка и, конечно же, любовь, взаимоуважение, поддержка и обнимашки. Где-то у кого-то было сказано, что три степени. Одни липнут, как мухи, когда им плохо, когда к тебе приходят. Другие, вот, как говорю, приобщение, а третья категория людей думает про тебя. И ты, если думаешь про друзей, это уже дружба. Любить, уважать, ценить отношения. В старой Шантале отдыхают с музыкой и песнями. Истори так повелось, говорят местные жители. Вечером по селу отовсюду песни доносились. Там мужики сидят, поют, тут женщины подхватывают. Издалека были слышны мордовские песни, потому что они всегда громко поются, даже печальные. Девушку, не умеющую тонко прясть и вышивать, не брали замуж. До наших дней воспоминание о тех днях сохранилось в арзианских песнях, которые пели в народе. Старинные мотивы местные жители сберегли. В селе Старый Шантала два национальных арзианских ансамбля песни. Взрослый – пейделька. И детский – лейны. Какая-то радость за свою национальность прежде всего. Поэтому мы не стыдимся своего народа. Мы всегда и везде поем свои песни. На всех гуляниях. У нас тоже есть и друзья всякой национальности. Но всегда наши песни почему-то приветствуются. И за столом дома, и в коллективе разные участницы. Не только ерзиани ходят в коллектив. Это всем нравится почему-то. И у нас гордость за свой народ какой-то. И поется веселее, и живется веселее. Ансамблю пейделька уже четверть века. И все это время серебряный юбиляр живет танцами, песнями и старинными обрядами. В молении каждая хозяйка просит высокие урожаи, приплода скота, исполнение желаний и здоровья. Она обращается к верховному богу, богине урожая и плодородия, и просит высоких урожаев зерна. Чтобы это была соответствующая погода, условия были соответствующие для произрастания хлебов и для их уборки. Таких мордовских обрядов и традиций Татьяна Ивановна Волкова знает немало. Только успевая слушать. Хранительница культуры села Старая Шантала доносит до сердец от насельчан все то, чем тронуто и взволнована она сама. Этому головному убору более 150 лет. И причем никаких почти что не было проведено ремонтов, все это очень прочно держится. Все прочно держится. Вот если взять нижняя часть всего этого украшения, она вот таким же образом плотно-плотно расшита. А потом еще сверху украшения. Ну, они в основном имеют, конечно, назначение оберега. Мифологические содержания. Это оберег, это же головной убор невесты. Мордовская свадьба – это уникальное по своему национальному масштабу торжество. Да и для самих солисток ансамбля свадебный обряд самый волнительный. У нас есть мордовская свадьба, которая по традициям, по обрядам мы даже выдавали замуж. Молодые люди женились по этому обряду свадебному. Большая ответственность, я считаю, выучить притчат, плетение косы. Такой обряд очень торжественный, очень такой за сердце как-то задевает. Слезы. Мордовская свадьба – это прежде всего невеста прощания с домом. Это всегда слезы. Такой волнительный момент. Я участвовала в этом обряде, в обряде плетения косы. И, конечно, это трогает, очень трогает за душу. Возрождая старинные мордовские обычаи, старшие поколения чувствуют вторую молодость, а подрастающие пропитываются мудростью взрослых. В коллективе больше все-таки на русском или на ирзианском общаетесь? Нет, на ирзианском. На ирзианском. Кто даже по-русски разговаривал, тоже присоединяется, уже разговаривает. Понимает. Да, понимает и разговаривает некоторые слова, да. Вот приобщаем не только к песням, но и к языку. Каждое выступление педельки напоминает театрализованное представление. Перед тем, как выйти на сцену, участники ансамбля тщательно продумывают образ. Посещают музей, а также общаются со сторожилами и расспрашивают их о народных традициях и особенностях старинных нарядов, чтобы потом весь этот творческий багаж передать юным шанталинцам. Подобно древнегреческому богу природы Пану, талантливый молдавский флейтист Игорь Подгоряну может изобразить и сладкие трели соловья, и усмирить грозные волны океана, и заставить чаще биться наши сердца. Мир он познает через звучание ная, чудо-инструмента, самого близкого человеческому голосу. Это очень непростой инструмент. Наверняка кто-то из моих предков любил или играл, или слышал, слушал. Вот я родился и сказал себе с малых лет еще, я хочу играть на таком инструменте, который называется в Молдавии най. Молдавии най. Многоствольная завораживающая флейта пана встречается у многих народов мира. Греки называют ее сирингс, русские – кувиклы, грузины – ларчеми, литовцы – скудучай. Древние инки называли панфлейту поющий тростник или звучащий бамбук из-за неповторимой многосложной мелодии. Сам музыкант считает этот редкий инструмент уникальным. Классические аранжировки на нае звучат особенно возвышенно. Звук его уже как бы небесный такой. Я не знаю, как на русском будет легче сказать это. Но звук такой, что я до сих пор не могу его оставить. Архаичное ровное звучание, благородный тембр молдавского ная в сочетании с камерным оркестром Самарской филармонии делает народную музыку еще богаче, еще ближе и доступнее слушателю. Народная музыка, она проникает прямо в сердце, она находит отклик обязательно в душах слушателя, какой бы народной, какого народа бы она ни была. Нам это все равно очень близко и интересно. Каждый человек сам выбирает, какую музыку он хочет услышать. Многих, кто наслаждается звучанием молдавского ная впервые, поражает одно – как музыканту удается так тонко подражать пению птиц. О многообразии и сплетении различных судеб, национальных культур, традиций смотрите в наших следующих выпусках. Всего вам самого наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok